Татьяна Файня, завсегдатый литературных встреч, которые проходят в самарских библиотеках. Говорит, что читать очень любит, а произведение Максима Горького прочла почти все. Больше всего мне нравится на дне. Вот как раз, сейчас как раз касается, это нафиг жизни, что кто-то на дно уходит, а кто-то поднимается. Вот как раз вот Горький, вот как раз наше время. Вот мне вот это нравится на дне. Сегодня в самарском филиале библиотеки номер один прошла литературная встреча, посвященная юбилею Максима Горького. В этом году ему исполняется 155 лет. В честь этой даты сотрудники библиотеки организовали выставку, посвященную творчеству писателя под названием «Рожденный летать». Посвящена она литмотив песни о буревестнике и песни о соколе, именно о самарских страницах жизни писателя. Ведь именно в Самаре Максим Горький раскрылся как писатель. Максим Горький жил в Самаре чуть больше года. С февраля 1895 по май 1896. Он считал, что именно в Самаре родился как писатель. В это время Горький работал в «Самарской газете» под псевдонимом «Игудиил Халамидом». О его жизни и раннем творчестве гостям литературного вечера рассказала краевед Валентина Калядина. О Горьком никогда, никогда в нашей стране не забывали. Поэтому вполне естественно. И поэтому я сегодня для своих слушателей самое основное внимание уделю на тех местах, связанных с именем Горького, о его первом раннем творчестве, о его деятельности в Самарской газете как филитониста и как редактора, а его именно первые произведения, напечатанные у нас, это песня о Соколе, которая как никогда сейчас зовет всех. Безумству храбрых петь славу песню и уважать. Литературные часы библиотеки организовывают минимум дважды в месяц. На них приглашают не только людей серебряного возраста. Гостями часто становятся воспитанники детских садов, школьники и студенты. Светлана Тимофеева, Петр Поломеев. События.